Здравствуйте! На нашем телеканале время новостей. Я Евгений Нифанов. Смотрите сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и так, 143 рубля, 36 копеек в благоустроенном доме и 190 рублей, 36 копеек в неблагоустроенном. Такую сумму с человека в месяц региональный оператор планирует брать за вывоз и сортировку мусора. Официальные цифры назвали сегодня на заседании общественного совета при региональной энергетической комиссии. Из чего складываются такие суммы и реально ли их снизить, слушали и задавали вопросы Дениса Ионаса и Юрия Дорошенко. Эти цифры на экране – тарифное предложение регионального оператора, то есть те суммы, которые он желает получать с человека в месяц. С 4 марта в региональной энергетической комиссии считают, вычисляют и принимают экономическое обоснование. Заместитель председателя РЭК раскрывает схему, на что конкретно пойдут 143 с лишним рубля с человека, проживающего в благоустроенном доме, и больше 190 рублей для жителей частных домов. 91% от всей необходимой валовой выручки регионального оператора составляют затраты на транспортировку. Все прочие статьи затрат, включая организацию абонентской работы, договоры с потребителями, производственный административно-управленческий персонал, затраты на обработку твердых коммунальных отходов на объектах обработки – это оставшиеся 9%. 91% от всей суммы тарифа уйдет на услуги по транспортировке, то есть перевести мусор из контейнеров на городскую свалку. Директор регионального оператора Сергей Шевченко объясняет такое процентное распределение. Услуга, то есть вывоз мусора, по закону должна быть оказана всем жителям Омской области. Для жителей районов тариф колеблется от 95 до 119 рублей с человека. Вот только до этого года жители деревень никогда не оплачивали подобную услугу. Вот и получается, что сумму тарифа, условно говоря, раскидали на всех. Мусор даже из самого отдаленного района теперь повезут в город. Например, и старый, которая в 300 километрах от Омска. Для нас достаточно сложно принимать те или иные решения финансов, потому что мы понимаем, что все эти тарифы лягут на плечи населения, жителей города и области. Но, тем не менее, не создавая никакой системы, то есть мы фактически сдвигаем реформу. Поэтому объекты сегодня существуют, они построены, вводятся в эксплуатацию, получаются лицензии. Транспорт мы максимально, насколько могли, минимизировали, насколько это возможно. Сортировочные заводы, о которых говорит Шевченко, уже построены, но пока не имеют лицензии на деятельность. А свалки, на которые планируют везти мусор со всего города и области, Ленинскую и Кировскую, официально закрыты. У присутствующих в зале появляются вопросы. Некоторые из них задает Елена Бережнова. Она представляет полигон «Надеждинский», который, к слову, пока тоже не имеет лицензии на прием мусора. Здесь хочется любому жителю понять, почему я должен платить в три раза больше, что улучшится у меня, то есть что эта реформа, она как сделает лучше мою жизнь и жизнь моего города. Ну, я думаю, вы сами слышали, ответ не слышали. То есть про транспортные расходы был ответ о том, что такой тариф заявили водщики, хотя в заявке всего был один участник, и он же победил. А когда говорили про площадки по накоплению, которые Кировская и Ленинская, ответ, ну, использовала 40 лет и пусть используется, ответов нет. То есть есть просто получается какая-то демагогия. Чуть снижает? Нет, ни сумму тарифа, а степень негодования. У некоторых собравшихся по поводу цифр член общественного совета Борис Сватков. Мол, тариф может быть еще пересмотрен. В ближайшие месяцы, когда начнем возить, когда начнем разбираться, мы еще, как говорится, к тарифам вернемся. Еще раз повторяю, наша задача не перекладывать все, как говорится, расходы, которые могут быть на плечи наших помечей. Когда это может произойти, не говорят. А пока, если тариф утвердят в нынешнем виде, повторю, придется платить 143 рубля 36 копеек в благоустроенном доме и 190 рублей 36 копеек в неблагоустроенном с человека. Заседание длилось больше часов. Выслушав все доклады и не получив ответы на многие вопросы, члены общественного совета приняли к сведению ту информацию, которую услышали и в том числе и мы. А уже 20 числа, то есть в эту среду, региональная энергетическая комиссия примет тариф на вывоз и сортировку мусора. Денис Унос, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Теперь о происшествиях. В центре Омска сегодня такси въехало в частный дом. Вот эти кадры. Удар был такой силы, что у машины полностью разбиты двигатели, сильно поврежден кузов. У этого ДТП есть и второй участник, темная иномарка. В соцсети ВКонтакте пишут, что водитель такси не виноват в аварии. Якобы сотрудники ДПС устроили погоню за темной иномаркой, которая и врезалась в такси. Но она уже от удара и вылетела на частный дом. Безопасность на дорогах в Омске собираются повысить за счет установки новых секций на светофорах и благодаря изменениям правил движения на отдельных участках улиц. Водителям нужно быть внимательнее в центре. На перекрестке улиц Красный Путь и Первая Затонская теперь поворот в сторону Зеленого острова будет выполняться иначе. Подробнее Светлана Урванцева. Движение на пересечении улиц Красный Путь и Первая Затонская с 19 марта будет организовано по-новому. Поэтому водителям рекомендуется обратить внимание на дополнительные секции, которые появятся на светофоре. Рабочие приступили к монтажу. Светофор на этом перекрестке появился меньше полугода назад, но его уже нужно усовершенствовать. Было бы замечательно, потому что светофор здесь необходим. Очень много народу едет в Евромет, и здесь бывает большой поток машин. А стрелки дополнительные нужны? Вот сейчас недолго приходится стоять? Долго. Думаю, нужны. Рулить большим потоком машин помогут стрелки. Одна даст дорогу тем, кто с Красного Пути поворачивает налево в сторону Зеленого острова. Вторая в это время загорится для выезжающих. И теперь поворот с Первой Затонской на Красный Путь будет выполняться только направо. Налево двигаться нельзя. Поэтому водителям, которые держат путь в сторону нефтяников, придется пользоваться альтернативным разворотом. Он появится в районе троллейбусного депо, где уже скоро повесят знак. Благодаря нововведениям для водителей, которые едут прямо, зеленый будет гореть дольше, а значит машин проедет больше. Специалисты Департамента транспорта рассказали еще о предстоящих изменениях. Будет разработана новая схема организации дорожного движения на транспортном узле в районе КДЦ Маяковский, который является у нас очагом аварийности. Также планируется запретить поворот налево при движении по улице Масленникова поворот на улицу Жукова. Также планируется участок улицы Куйбышева от улицы Маяковского до улицы Масленникова сделать двусторонний. Также обо всех изменениях на дорогах о мечам сообщат соответствующие знаки. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Не на шутку переполошились жители дома 44 по улице Маяковского. В субботу утром там раздался хлопок, вылетели стекла из окна на втором этаже. Пострадавших нет, обстоятельства выясняют. Впрочем, и звук хлопка был скромным, даже в квартирах на верхних этажах. О ЧП узнали позже. Соседи говорят о квартире, где произошло происшествие, как о странной. Ее собственники редко открывают двери, а на заставленном ими балконе уже был пожар, когда с верхних этажей прилетел окурок. В результате хлопка повреждено остекление окна кухни. Конструкции здания не повреждены, пострадавших нет. От МЧС России на место происшествия выезжали 7 человек и 2 единицы техники. А разрушения произошли там, где их не ждали. На новеньком здании театра «Галерка» жители ближайших домов обнаружили трещины. А ведь сдали-то его в эксплуатацию. Всего-то ничего, 4 месяца назад. Ксения Бесараб продолжит. Не прошло и года, как «Галерка» стала разваливаться. После негодования с фотографиями трескающегося фасада накануне в соцсети выложили омичи. На подобную шумиху власти отреагировали быстро, и за выходные рабочие подлатали трещины. Однако некоторые так и остались на здании. В мраморную облицовку заклеили прозрачным скотчем. Долго ли продержится липкая лента на камне, вопросом задается Егор Богданов. Амич живет неподалеку от театра и все время наблюдал за реконструкцией здания. А недавно заметил это. Мужчина сразу же выложил фото в интернет. «Галерку эту строили 13 лет. Построили, открыли. Года не прошло, даже полгода. Все, вот она начала расползаться. Фасад начал расползаться. То есть, как бы, понятно, что это ничего страшного, это все делается. Но если это года не прошло, поползло, то страшно представить, что будет через два года, через три года. Это вообще все отлетит, получается. То есть, как бы, деньги потрачены, а время, конечно, покажет. Пост в популярном Омском паблике собрал множество лайков и комментариев. И власти не прошли мимо. Буквально в день публикации фото с трещинами сотрудники Министерства строительства связались с заказчиком. К казенным учреждениям Омск обл. стройзаказчик по факту образования дефектов на законченном реконструкции объекте организовано их устранение силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств по соответствию с государственным контрактом. И, кроме того, в ближайшее время мы запланировали провести комиссионный осмотр с целью выявления еще там иных дефектов, образовавшихся в первый год эксплуатации этого объекта. В случае их выявления мы также будем выставлять уведомления подрядной организации для их устранения в рамках гарантии. Да, здравствует интернет, восклицают комментаторы под новым постом. К слову, после официального открытия театр еще в течение пяти лет будет находиться на гарантии. Ксения Бесараб, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Интернет все больше овладевает нашей жизнью и даже свободой. Омского блогера Виктора Корба объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении правозащитника возбудили еще в мае прошлого года по статье «Пропаганда терроризма». Он опубликовал на своем сайте стенограмму судебного выступления публициста Бориса Стамахина, осужденного за призывы к экстремизму. В конце февраля Корб улетел в Киев, причем, по его словам, перед этим отказался дать подписку о невыезде и сообщил следователю, что направляется в столицу Украины. Ну а что размещают в соцсетях сегодня? Слово дежурному этой неделе Денису Ионасову. Снег сошел с крыши вместе с кирпичами и вытяжной трубой. Происшествие случилось в Таре. Автор поста сообщает, что сломалась и лавочка у подъезда под силой, с которой все это упало. Какое счастье, что мы задержались на несколько минут по дороге домой с ребенком, и это все не упало нам на голову или другим людям. В комментариях люди соглашаются, что тот факт, что никто не пострадал – большая удача. Другие же мыслят глобально и обвиняют государство в том, что никто не следит за жизнью и бытом россиян. Нам не до этой фигни. Мы на кубик-купол Капитолия восстанавливаем. А мечи обиделись на Сергея Доренко. Ведущий в эфире радиостанции сравнил жителей города с дикими людьми из степей, которые все разрушают. Рим – это водопровод. Рим – это канализация. Рим – это театр. Рим – это народовласти. И когда туда приходят дикие люди из степей, кстати говоря, наших, они приходят из Омска, Кургана, Новосибирска. Из всех этих дивных мест они приходят и обрушиваются на этот Рим. Надо сказать, что они все разрушают, потому что они не понимают, как этим пользоваться. Условно говоря, если подобные люди пришли сейчас, они бы сломали айфон и достали бы оттуда, ну не знаю, золото и вмонтировали себе в зуб. В комментариях Доренко припомнили его супругу, которая родом из Омска, и не скрыли явной обиды на слова ведущего. А кто-то отчасти с ним согласился. Ну куда уж нам, простым смертным, да москвичей. Так-то прав, судя по последним новостям. Загарженный, убогий, серый городишко. Причем таким его сделали не столько управленцы, сколько сами жители, которые где живут, там и гадят. Фотосессию на полицейском УАЗике устроил неизвестный Амич. Фотографии появились в соцсетях этой ночью. На них молодой человек позирует на крыше авто, может быть, даже танцует. На другом снимке сидит на капоте в позе лотоса. Судя по комментариям, ночную фотосессию строили на парковке отдела полиции на улице Дмитриева. Кому-то такое поведение явно понравилось. Огонь! Другие комментаторы акцентируют внимание на интеллекте персонажа. Фотографии – свидетельство высокого интеллекта и морального развития данного индивидуума. Ни вашим, ни нашим. Так окрестили в социальных сетях стоимость проезда в одну из маршруток. На объявлении – 27 рублей и 5 копеек. В комментариях о МИЧИ сразу опознали маршрут – 64-й. Но такая стоимость проезда комментаторов не удивляет. Пишут, что на 83-м и 59-м за поездку берут 26 рублей 50 копеек. Да на здоровье, если с мозгами не лады. Пускай сидит и отсчитывает сдачу. 83-й маршрут по выходным после трех дня уже не ездит. Им деньги совсем не нужны. Мы же продолжаем следить за постами и комментариями в социальных сетях. Ну, на первом месте в соцсетях в эти выходные, конечно же, внезапная смерть певицы Юлии Началовой. Она приезжала в Омск, выходила замуж за экс-лидера «Авангарда» Александра Фролова, а последние месяцы являлась наставницей омского участника шоу «Один в один» Павла Крюкова. 25-летний токарь-универсал третьего разряда вышел в финал, выступив в образе 60-летнего Джо Кокера с песней «Unchain my heart». И ему наложили грим, надели парик и длинное пальто. Вот как все получилось. Это видео Амич выложил на своей странице в Инстаграме. Ну, а накануне стало известно, что Павел стал победителем всего проекта. На сей росу он выступал в образе Георгия Лепса. Теперь о соперничестве в Омске. Юноши соревновались в авто многоборье. Власти возрождают этот вид спорта для детей. И проводят первые соревнования за 10 лет. Продолжит Ксения Бессараб. В авто многоборье участвуют дети с 10 до 17 лет. Водительских прав у них, естественно, еще нет. Зато есть немалое оптвождение. И чтобы подтвердить это, перед тем, как сесть за руль, все они сдали экзамен на знания ПДД. А это уже второй этап – фигурное вождение. На асфальте выставили разные фигуры, которые участникам нужно пройти без задоринки. Все эти элементы есть на экзаменах в госавтоинспекции. Только вот здесь они усложненные. Илья Шаубанов готовится выйти на трассу. Опыт вождения есть, значит, бояться нечего. Я учусь в школе, и по выходным, в субботку я приезжаю, я хожу на тренировки, занимаюсь. Что вы там проходите? Мы проходим езду на машине. Вот фигура вот эта вот. По змейке, крест, бокс. И сдаем зачеты рулить руль на время. Мастер спорта по авторалли. Родной дедушка подогрел интерес к профессиональной езде у Андрея Дьякова. Мечта стать автогонщиком появилась у парня пару лет назад. Первый раз мне давали родителей доехать до дачи, там по дороге грунтовой, где нету никого. А потом уже вот в досав пошел, и тут научился на механике ездить. А в машине умеешь разбираться? По мелочи. Например? Например, ну, мы карбюратор перебирали, я там знаю. И там основы максимум, и все. Поддержать Андрея пришла практически вся его семья. Мама парня Иоланта Дьякова считает, что подобное увлечение сына идет ему только на пользу. Вождение, наверное, действительно по интересам, а инженерные мысли и технические бесспорно нужны. Это очень полезно. А правила дорожного движения? Изучают, изучают они. Но, естественно, если это впитать где-то с детства, то, возможно, мы вырастем такое поколение, которое уже не захочет нарушать, может быть, проникнется тем, что это нужно для них самих, для их безопасности, а не для кого-то там, для галочки. Первенство по автомногоборью проводят сотрудники федерального учебного центра Сибади. На чемпионат заявились 20 мальчишек. Организаторы утверждают, меняясь ролями с пешехода на водителя, ребенок начинает иначе относиться к правилам дорожного движения. Когда ты сам понимаешь и себя видишь в качестве водителя, ты на дороге себя ведешь по-другому. Ты уважаешь других участников, ты понимаешь, что транспортное средство мгновенно остановиться не может. Соответственно, перед тем, как выйти на проезжую часть, каждый ребенок, который в этих соревнованиях участвует, который связан с автомобилем, он, конечно, сначала подумает и о водителе, а потом уже о себе. База, на которой проводятся соревнования, она дает детям понять примерно, почти, фактически, как условия движения реально в городских частях. Если мы слышали, что тут даже есть устешима дети, то, конечно, в устешиме, ну, наверное, условия движения мало подходят городским, а здесь вот как раз они это все в практике, в жизни увидят. Победители регионального чемпионата по автомногоборью вскоре поедут на всероссийский конкурс. В этом году соревнования пройдут в Екатеринбурге. Ксения Бесраб, Андрей Кузьмин, Антона 7. Ну и «Авангард» сегодня сыграет третий матч в серии против «Бориса». Счет в споре команд равный 1-1, а мячи выиграли первый поединок в Астане со счетом 3-1, но во втором хозяева площадки взяли реванш 4-2. Важным моментом матча стала игра в неравных составах. Хоккеисты «Бориса» забили три гола в большинстве, и впереди два важных поединка на площадке «Авангарда». За эти три периода мы будто бы показали три разные игры. В первом мы имели преимущество, могли забивать, но этого не произошло. Во втором соперник реализовал свои возможности забить, повел 2-0. В третьем мы пытались догнать «Борис», создавать моменты, забивать, но противник снова реализовал свои шансы, поэтому получили такой результат. В другой серии Восточной конференции «Автомобилист» выиграл второй матч 2-0 и сравнял счет в серии с Салаватом Юлаевым 1-1. Ну а на Западе СКА ведет в споре с «Локомотивом» 2-1. ССКА с таким же счетом лидирует в противостоянии с московским «Динамо». В общем, болеем сегодня за «Авангард». Омские боксеры завоевали 4 золотых и 2 призовых награды в традиционном турнире памяти первого директора омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева. Популярное соревнование успешно развивается в новом ранге, как первенство Сибирского федерального округа для юношей и молодежи. В этом году на нашем ринке боксировали спортсмены 17-18 лет. О главных поединках турнира прямо сейчас расскажет Владимир Истомин. Мощнейший настрой, жесткие серии ударов, маневры, уклоны, новые атаки. Первый успех у омских боксеров. Барлик Муканов, он в красной форме, отличился в категории до 60 килограммов. Наш спортсмен сходу взял высокий темп в поединке с новосибирцем Шарафханом Керимовым. Муканов хорошо сокращал дистанцию, наступал. Соперник мгновенно отвечал. Напряженный спор. Омский боксер поймал противника на противоходе. Встречный удар, победа техническим нокаутом. Эту победу я получил благодаря своим тренерам. Кольцову Юрию и Савирану Смаилову. И немного я поработал сам на отводах, его контрил. Но все благодаря тренеру. Спасибо им. Яркая серия поединков. Три победы боксеров из Алтайского края. Красноярец Артем Тычков в красивом упорном поединке взял верх над спортсменом из республики Хакасия Сергеем Курлевым. Высокий уровень соперничества отметила почетный гость соревнования мэра Омска Оксана Фадина. Сегодня, как вы видите, площадка представлена очень сильными спортсменами. Это очередной этап их профессиональную спортивную жизнь. Мы их сегодня с большим таким, скажем, чувством поддерживаем. Конечно, я болею за наших мячей и хочу пожелать им сегодня успехов. Самый зрелищный бой финала – решающий поединок в категории до 69 килограммов. А мяч Аббас Алиев и красноярец Арсений Машканцев блеснули техничными скоростными атаками. Наш боксер действовал в оригинальном, близком к кубинской школе стиле. Обманные движения, уклоны, резкие атаки. Красноярский спортсмен хорошо бил завершающие удары. Аббас Алиев атаковал точнее – выиграл поединок. Мы проходили сбор в центре олимпийской подготовки. Оттачивали более на точность, чем на физические данные. И вот это точно, мне кажется, и сыграло большую роль в этом турнире. Рубка в поединке о мяча Анатолия Федоткина с иркутянином Глебом Муравским. Равный спор, жесткие серии ударов. Сложный момент нашего боксера хорошо поддержали болельщики. Мнения пяти судей, считавших удары с разных позиций, разделились. Федоткин победил с перевесом в один балл – 3-2. Один из лидеров нашей команды, Илья Богатырев, взял верх в своем традиционном стиле. Хорошо держал соперника на дистанции, точно атаковал на опережении. Взял верх в споре с новосибирским спортсменом Даниилом Ивановским. Мы с тренером разработали тактику перед боем. Первый-вторый раунд так и прошел, ну, как мы разрабатывали. В третьем раунде мне тренер сказал, немножко поагрессивнее работать. Соперник тоже принял мой бой, и началась такая некая рубка. Ну вот, порубились, подрались. Ну, это финал, хороший соперник, спасибо ему за бой. Две призовые награды. Тимиржан Ракишев завоевал серебряную медаль и Евгений Могилев – бронзу. Итоги выступления омских боксеров подвел двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Проводя у себя дома, конечно, наши ребята чувствуют поддержку, прежде всего, зрителей, которых сегодня пришло немало. Это очень приятно видеть и слышать поддержку зрителей. И вот, ну, ребята, которые все омские, сегодня в финале выступали, как бы это и доказывают. Победители соревнования выступят в финале первенства страны. Турнир пройдет в середине мая в Оренбурге. Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Ну, а далее в выпуске рекламная информация «Сенсация». Новая марка спутникового интернета «Сенсад» стала доступна жителям Омской области. Денис Ионес побывал на презентации. «Сенсад» будет там, где нет развитой оптической инфраструктуры. Где бы ты ни был, в самых отдаленных местах, даже там, где нет вышек сотовой связи, можно воспользоваться интернетом. Почему спутниковый? Потому что другого нет. В Омске у «Сенсад» уже есть друзья. Официальный дилер, который и будет подключать абонентов. Заявку можно оставить на сайте или позвонить на горячую линию. Стоимость оборудования начинается от 34 490 рублей. Тарифная сетка начинается от 670 рублей. Максимальная скорость, которую мы готовы предложить, 45 мегабит в секунду. Электронная почта, социальные сети для загородного дома – идеальный вариант. Стабильный высокоскоростной интернет, необходимый предпринимателям, которые ведут бизнес на удаленных или труднодоступных территориях. В общем, там, где интернет до сих пор недосягаемое благо. Подключить скоростой спутниковый интернет у себя дома может любой желающий. Для этого достаточно мобильного приложения и небольшого набора инструментов. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, «Антенна-7». Вот таковы новости. До встречи. Дворец культуры «Рувин», «Лаврадио» в Омске и телерадиокомпания «Антенна-7» представляют 24 марта в 12 часов фестиваль развлечений и семейного творчества «Вау.ру». Вас ждут игровая программа, мастер-классы, научное шоу, акробаты на батутах, ярмарка и праздничный концерт с участием детских коллективов города. Приходите всей семьей. 24 марта в 12 часов фестиваль развлечений и семейного творчества «Вау.ру». Увидимся в Рубине. Вторая военная, дом 2. Телефон для справок 790170. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова